МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На этот год президент поставил перед социально-экономичным комплексом Беларуси задачу знизить этот показчик на четверть. Какие шляхи для дальнейшего снижения выдатков вызнашило руководство предприятия, доведалась Марина Северянова. Один из этих вагонов отправится в Казахстан, другий – в российскую столицу. Зараз мостовый кран поднимает 4 тонны груза. Все летом в Москву догрузили уже 1800 тонн летца. Украина, Азербайджан, Литва, Финлянди и Словакия. Это так само постоянные покупники продукции «Централита». Худ, когда их повинна долучиться в Чехии. У планах включение в ГТСП из Испании, Италии и Франции. Бо дорожная арматура так само летет для станка и машинобудования, якие готовы пропоновать потенциальным покупникам на заводе высокой якости и примального кошту. Завод «Централит» является частично сезонным. Есть сезонные виды продукции – это дорожная арматура и продукция для градостроения. По началу весны объемы резко увеличились и пошли хорошие отгрузки. При борьбе с конкурентами берем ценой, качеством, нашей мобильностью и сроками изготовления минимальными. Аздарается, сразумело, что пауное предприемство с долей лазнизит себе кошта, лимая шмат миллиардные доуги. На «Централите» не только по выниках работы у первшем квартале означено снижение вытворчих затрат, а леи працуют рентабельно. Это значит, доуги отсутствуют. С початку года экспорт продукции на заводе перевысил 2,5 миллиона долларов, а ее себекошт сниженный на 5%. У «Личбах» это свыше миллиарду рублев. Кроме того, в первшем квартале отрымалось выезд на рентабельность працы на узроне свыше 6,5%. У сенешних экономичных умов это вельми добрые показчики. Предприятие сработало с прибылью 4,5 миллиарда, ну и чистая прибыль 2 миллиарда. То есть достаточно высокий уровень позволяет предприятию также не иметь ни задолженности по платежам ни в бюджет, ни по заработной плате, ни также нет задолженности по плате за энергоресурсы. Покажек по энергосбережене все летоцклау омаль минус 9% при задании 3,5. Дорече, доля энергонозбитов у складе саби кошту продукции «Центролита» перевышает 20%. Это один из самых высоких покажек в Беларуси. Тому так важно снижать минавито гэтые выдатки. Например, тут отмывилися от эксплуатации дорогих газовых котлов и заменили их на те, что працуют на мясовых видах палева. Еще один затратный процесс – сушка пяску. Тут так само отбылась оптимизация процесса. Кабь их высушить до необходной вильготности, зараз тратится значно меньше кубометров газу. Мы внедрили энергоэффективные горелки с компьютерным сопровождением. Когда компьютер по максимуму исключает человеческий фактор, заставляет горелки гореть с минимально возможным количеством газа, но тем не менее позволяющим высушить песок до нужных требований. Мы уменьшили до 40% потребления газа на этом переделе. И вместо 25 метров кубических на тонну песка мы сейчас потребляем 17-18 метров кубических. Марина Северьянова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». За досягнение у 2015-м годзе налепших выников у навуковой, навуково-техничной, инновацийной и вытворчай дейности Института радиобиологии признаны переможцам и занесены на дошку гонору Национальной академии наук Беларуси. Наши корреспонденты наведали установу и потекавилися, які задачи стоять перед навуковцами и радиобиологами про 30 годов пасля авары НЧАЭС. Институт радиобиологии был заснован у «Гомеля» одразу пасля катастрофы НЧАЭС. У першых годы работы специалисты института зробили прогноз радиоактивного забрудживания территорий Беларуси и провели оценку поводзенного радионуклида у глебе, воде, поветры и в живых организмах. Выники доследования были покладены у основу концепции безпешного проживания населения на забрудженных территориях. Согласно этой концепции, на основе этой концепции были приняты два закона – закон о социальной защите и закон о правом режиме территории. В совокупности с государственной программой, которая раз в пять лет обновляется, это все в совокупности определяет политику государства в решении проблем, которые у нас возникли вследствие чернобыльских катастроф. Сегодня Институт радиобиологии Национальной академии наук займается оценкой динамики поводзенного радионуклида и прогнозирует радиационную ситуацию в зоне заражения. Но в каком бы направлении не вялись доследования, в основе за все доставится здоровье и, как и житие людей, которые живут на забрудженных территориях. Для того, чтобы извести до минимума мягчимость тропления радионуклида у живых организмов, на науковой базе Института расспрасывали минеральные удобрения для хлеба и биологические добавки у корм живелам. Расспрасывки Института выкористовываются и у харчовой промысловости. Это детские творожные сырки под названием фунтишка. Они имеются в розничной продаже, содержат биологическую активную добавку карбосил, которая создана на основе топинамбура, кальция и других микроэлементов. У центра уваги науковой Института так само радиоэкология. Когда в зоне радиоактивного забручевания гарать лясы, отбывается выкид не только вуглекислого газа, но и радиоактивной сажи, которая разносится на сотни и тысячи километров. Такая ситуация представляет серьезную небезпеку дрогасного забручевания радионуклидами, которые утромливаются в дравнине. Нами на сегодняшний день уже разработан программно-аппаратный комплекс, это лицензионная компьютерная программа, которая при наличии лесного пожара позволяет моделировать процесс переноса радионуклидов на новые территории. Доследование Института радио-биологии знаходит по трымку как с боку державы, так и за межой. У вересня 2015-го постановой Президума Национальной Академии Наук было вырешено открыть на этой науковой базе Международный центр минимизации радиоактивных рызаков. Ирина Вишневская, Юлия Хорошина, Ольга Вальшенко, Дмитрий Радзянко, телерадоэк компания Гомель. У Беларуси распрацовали кодекс гонору, служащего Державной инспекцией охоты живельного и рослинного света при Президенте Республики Беларусь. У гэты дни по всей краине словы нового документа перед своими коллегами огучиваются Державные инспекторы. У расистой церемонии отбылась и у Гомельской областной инспекции охоты живельного и рослинного света. Зараз у регионе працуют 36 Державных инспекторов. У сей аны у гэты день прибыли у Гомель, каб дать обецанне выконывать основные принципы своей працы. Головная задача – контролевать выконание грамадянами по трабованию прародахонного законодавства. Это тот свод морально-этических принципов, придерживаясь которых, мы сможем организовать эффективный засвод на пути браконьерства, стать в едином строю на защиту родной беларуской природы. До 10 мая усе могилки, які знаходятся на территории Гомельской области, повинны быть приведены у належный стан. Во первую шаргу размова идти об уборце смете и наведении парадку. Что перешкажает этому процессу, какие меры будут приматься до представников мясовых органов улады в вынику невыконаниях этого потребования, подчекавился Олег Сентяров. В последние годы населенные пункты Гомельской области стали кудыбуш доброупорадкованными. Правда, ты часа гэта поколь не усих местов. Коли на центральных улицах частиняй прыгажось, то неде своей чарги трапить на звалку чакают десятки тонн смете. Гомельская могилки Асавцы одна из самых великих в регионе. Их территория около 40 гектаров. Работники коммунальных служб укажут, что зимой смете тут не вельми шмат, але с надыходом весны ситуация изменяется кардинально. У гэтае дни, кожный тыдень осень вывозится до 40 тонн отходов, для утолизации яких с бюджету кожный раз выдатковывается больших миллион рублей. На передаде Радовнице объемы сметия, якою навод нелега выкористовывать для другостной перепросовки, повеличится у разы. Але коли у городе проблемы по наведению парадку яще выращаются коммунальниками за счет бюджету, то у сельской местовости ситуация не такая однозначная. Отповедные работы тут оплачиваются местовыми советами с их невельми значными объемами финансования. Основная проблема здесь отсутствие контейнерных площадок. И население приходит, когда убирают отходы от уборки кладбищ. Часто возникают несанкционированные свалки. Но мы выдаем рекомендации. Сегодня на территории Гомской области налечивается больше 2000 могилок. До 10 мая участь сметия сюль повинна быть вывезена на звалки. И аж чепраз два дни выканания гэтага потребования проверить экологи. У минулом годе за несвычасовое доброупорядкование могилок на 5 базовых величин оштрафовали кля 20 старшинь сельских советов. У областным комитете природных ресурсов и аховы новокольного сяродзя кажуть, что имкнуться разуметь проблемы кожного. Але коли рашение протоколу за отповедным штрафом местовым керувникам не позбегнуть. Сгодно законодавством до речи максимальный штраф за несанкционированные звалки, складая 50 базовых величин 10 с половым миллионов рублей. За такие сродки на любых могилках можно навести идеальный парадок. В этом году еще никого не трогали. Мы им дали срок, продубродили, дали срок, но 10 мая я должен везде видеть парадок. Как только 10 мая прошло, я же отправлю своих проверить все. Не убрал, получает. Алексей Тюров, Евген Макеенко, телерадокомпания Гомель. Дарайши старшиня областного комитета природных ресурсов у Яховы Новокольного Асяродзя Василь Маслак завтра стане гостем программы «Деалог». Я на видеоэфир у 19.01.10 хвилин одночасова на телеканалах «Беларусь-3» и «Беларусь-шатыры». По часу эфиру будет працаваць телефон про мой линии. Паведамеця в халюющих проблемах, выказаць конструктивные пропановы письменница, композитор и выканаутца, а зараз ясшей директор Гомельского городского молодежного театра. Зоя Гарына сустрелась с жихарами города, каб рассказаць про свой творшый шлях и планы на будушыню. Инженер-будовник по адукации она знайшлася две утворшості. Свою першу книгу «Роман зня бёсов» и она написала уже усталым узрості. Жанр, я кажа сама аутар «Мейнстрим». Это и про каханне, и про містыку. Але вядомысь у Гомельчан Зоя Гарына набыла знашна рані, як выканаутца і аутар пісін. У Гомельскім городским молодежным театры яна выконывала галоную ролью у постановцы про життё Эдит Піаф. І зараз уже не толькі у ролі актрысы, але і керівника театра Зоя Гарына распавідає про творшые планы. Я поняла, что без театра я уже жыть не могу. Я думаю, что вскоре молодежный театр станет таким центром театральных експериментов хороших премьер. Это буде интересно. І поэтому приходите в молодежный театр. А вось удзельники конкурсу «Юная Телізорка» яшы толькі пашынають свой шлях до Мары. І робять перші кроки доволі упэвнена. Чаргові етапы отборочного тура отбыліся у Рогачовськім і Жлобінським районах. Упалфінал творчого споборніства пройшли лепші за маль 40 конкурсантів. Наші корреспонденті сошили за тим, як спробували покарити жюри «Юной Телізорке». Моцная хореографічна постановка на открытий конкурсу і неверогодний вокал. Удзельники кастингу Рогачовя спевали на сцене і танцували докладно більшим конкурсантам з остатніх районів. Яркі в образі цікаві номары. Усяму гэтаму допомагала актівна команда підтримки. Випробувати свої сили і скористатися шансом стати Телізоркой пожадали багато шкільників. До конкурсу рахтоваліся нікалькі місяців. Виступліні отрималися яскравими, бо кожний конкурсант мкнувся стати піляху. Я хочу стать телеведущей, чтобы путешествовать по миру, чтобы открываться человеку, чтобы все знали меня. Я реально хочу работать там, где будет достаточно моей энергии и моего потенциала. И каким телеведущим, какого жанра ты хотел бы быть, если вдруг победишь? Сложный вопрос. Честно, наверное, буду вести новости. Стать телезоркой справа не легкая. На контактах Уяким повинны быть телеведущие, у конкурсантов Сожлобина свои меркования. Как думаешь, каким должен быть телеведущий, какими качествами обладать? Мне кажется, больше всего это добротой и радостью, искренностью. Чтобы он мог все рассказать, чтобы он сказал, и люди все поняли. Телезвезда – это популярная девчонка. Мне очень нравится петь. Но моя мама против. Говорит, иди садись, учи математику. Я говорю, мама, я буду телезвездой. Скороговорку можешь прямо сейчас? Могу. Давай. В четверг, 4 числа, в 4 четверти часа, лигурийский регулировщик регулировал лигурий. Ну, 33 корабля лавировали, лавировали, да так и не выловировали. 36 удельников презентовали свои визитовки членам журы со сцены Жлобинска от Центра творчества «Дятей и Молоди». Талиновиты – кожный школьник, некоторых смело можно запрашать на телебачення уже зараз. Однако и они повинны пройсти еще по финалу и финал телевизийного конкурса. Первое мероприемство отбудется в мае, другое – в червене этого года. Плануется, что отбор финалистов будет ожитивляться с сотни удельников. И только шверцятых этой личбы сможет пробиться в финал, как продемонстровать свои промоуницкие сдольности и стать ведущим детячей телепрограммы. Александра Гамоля, Михаил Рабкоу, телерадиокомпания «Гомель». Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуске завершено. У студии працавала Маргарита Шибукова. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин